Приветствую всех искренне любящих Господа Иисуса Христа. Хочу с вами сегодня поделиться о понятии «закон Божий». Очень много сегодня толков о законе, особенно о Торе, то есть о Пятикнижии Моисеева. Много сегодня поднялись проповедники, которые говорят, что Христос и есть Тора, и Тора, и есть Христос. Но этим не приближают ко Христо, а отталкивают, удаляют от Христа. Написано в 39-м псалме. «Жертвы и приношения ты не восхотел». «Но открыл мне уши, всесожжение и жертвы за грех неугодны тебе. И я сказал, свитке книжном написано о мне. Вот иду исполнить волю твою Божию, и закон твой у меня в сердце». Это написано о Христе. Давайте вместе рассмотрим, что за закон, который был написан в сердце Господа нашего Иисуса Христа. Новозаветный завет Бога Живого с нами тоже имеет определенные пункты. И один из пунктов – это следующее, когда Бог там обещал и дал обетование, что свой закон положит в наших сердцах. Страх свой положит в наших сердцах, напишет закон в наших сердцах, чтобы мы боялись его и не отступили от него. Что за закон? О каком законе идет речь? Это то, что запрещает или позволяет, или что это такое? Любой закон открывает сердце законодателя. Любой закон открывает желание и волю законодателя. Законодатель что хочет, он открывает этим с помощью своего закона. Что же хотел Бог и какая воля у Бога, который он открывал через свой закон, который понял Иисус Христос и пошел, чтобы исполнить этот закон? Смирив себя и надев человеческую плоть, потому что посланы евреям, то же самое место интерпретируют таким образом. «Жертвы и приношения не восхотел, но тело уготовал мне». Если Псалом 39 говорит «открыл мне уши», именно этот стих там говорится как «тело, уготовленное для Иисуса Христа». И вот про такое тело написано послание римлянам, что «как закон, ослабленный плотью, был бессилен», то есть плотью человеческой, закон был бессилен и не мог ничего делать и творить, и довести до совершенства. То Бог, это Бог, послал Сына Своего, Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, именно в подобии плоти, и в жертву за грех. Бог послал жертву за грех Своего Сына и осудил грех во плоти. Это Бог осудил грех во плоти. Это война Бога. Это территория, где воюет Бог. Нам нужно только покориться Богу. Здесь нам делать нечего. Нам нужно только веру и принимать это. И мы можем только соглашаться с Господом, чтобы получить ту могучую силу Духа Святого, через которого мы учимся покориться Господу. Так, что за закон, который был у сердца Иисуса Христа? Что за закон, который открывал и являл волю Бога Живого через Христа Иисуса? Именно в послании евреям написано так, в 9 главе, значит, автор этого послания объясняет устройство с Кении, первое, которое было построено через Моисея. И когда он говорит об структуре, потом приходит, доходит до Христа и говорит, но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с новою с Кении, то есть совершенную, не такового устроения. Здесь говорится не о таком устроении, как бы физической структуре, а не о таковом. Таковое понятие – это уже духовно-психологическое явление, где через Христа Бог открывает именно желание своего сердца. Какая структура была именно у Скини собрания Моисеевой? Когда мы заходили в эту Скинию, перед нами сразу появлялся жертвенник медный, на котором приносили жертвы за грех, жертвы всесожжения, мирные жертвы, хлебные приношения и всякие, значит, доброхотные жертвы, которые верующие желали принести Господу. Это говорило о том, что Бог есть жертвующий. И про Бога написано так, что «Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего». Это обозначает, что Бог жертвующий. Он возлюбил тебя и меня, и Он отдал Сына Своего. И этим Бог хочет показать, что, во-первых, в Его воле есть жертвенность. Значит, Бог нас обучает жертвенности, что и Он показал, послав Сына Своего, послав Сына Своего, Единородного. Самое дорогое, самое прекрасное, Он отдал для нас. И этим обучает нас быть жертвенным. Потом мы подходим к Медному морю, где священники омывали руки и ноги, только тогда подходили к Господу, то есть место очищения. Бог показывает, что у Бога есть место очищения, как написано «Муав, омывальная чаши моя». У Бога такие пути очищения, которые даже нам уму неподражаемы, потому что мы не можем осознать, каким образом Бог очищает нас. Например, Иоанн в Первом Послании говорит так, что если вы ходите во свете, то имейте общение друг с другом. И именно во время этого общения кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает вас от всякого греха. Как? Никто не может объяснить. Но это очищение приходит. Именно во время этого общения. Так что у Бога свои пути, и понять это можно только тогда, когда человек становится в одном духе с Богом, через Господа Иисуса Христа. Значит, заметили, что у Бога есть очистительное средство, и Он очищает нас, как было сказано апостолу Петру, «Вы уже чисты тем Словом, которое я вам дал». Бог дал нам Слово, и вот эта чаша с водою как бы подразумевалась Слово Божие, через чего мы очищаемся. Когда мы входим во святилише, мы замечаем, значит, с правой стороны, то есть с северной стороны, стол хлебов предложения, золотой стол. Там Бог показывает свою благодать, благодать на каждое колено, двенадцать хлебов. Каждую субботу эти хлебы нужно было менять, и Бог показывал, что Он дает благодать, благодать через Христа Иисуса. Потому что без благодати мы не можем приближаться к Господу. Никто никогда не смог бы подходить к Богу, если Бог этого не явил бы. Именно в четвертой главе, девятом стихе, послание Галатам говорится так, что «Итак, познавший Бога, или лучше, получивший познание от Него». Значит, если бы Бог не дал бы нам познание, мы бы никогда не смогли бы познавать Господа. И так Он дает нам благодать, через чего мы познаем Его. И вот через эту благодать Бог показывает, что Он не считается с нашими грехами, с нашими немощами. Он просто-напросто приходит навстречу и помогает нам просто, чтобы вы познали Его. Слава Ему за это. И это прообраз прекрасного Христа, потому что Иисус сказал «Я ес хлеб с небес». Он ес хлеб небесный. И этим Бог показал, что вот эту благодать Он дал нам. Как и Иоанн в Евангелии, в первой главе, говорит, что благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. То есть, Он есть благодать Бога нашего. Значит, Бог показал свою волю, что у Него есть благодать. Что это благодать Его воли. И с левой стороны, в южной стороны, мы замечаем, что Бог показывает там светильник. Семью лампадами. И мы в прошлом Иисая, в 11 главе, мы замечаем в 2-3 стихах, это семь духов Бога живого, через чего Бог приходит к нам навстречу, чтобы помочь нам. Эти духи, которые нам дают и мудрость, и знание, и богобоязненность, и благочестие, и советы, и чудесное расположение Духа. Это все делает Бог через свое освящение. Интересно то, что Бог этим показывает, что независимо от того, что на улице было темно, или солнечно, или там было дождливо, или ветрено, или что-то, но внутри святилиша вот этот свет монотонно горел. Это обозначает, независимо от нашей жизни, там мы находимся в славе, или в поношении, или находимся в падении, или на высоте, все равно Бог монотонно к нам относится, и никогда не меняет свою любовь и свое желание спасти нас. Слава Ему за это, Он прекрасен. Перед нами в центре мы замечаем золотой жертвенник, на котором никто не имел права принести никакие жертвы, кроме как жертвы благодарности. 13 глава послания Евреям говорит, что не будем забывать о жертвах посвящения и благотворительности, и будем постоянно приносить Ему жертву уст наших благодарности. Это жертва. Мы должны понимать, что любая жертва идет через боль. Конечно, если кто-то будет нам дарить большие деньги, мы будем говорить спасибо, но это разве будет жертвенность? Но когда мы находимся в трудности им, когда все наши дела идут как бы против, и мы не знаем, мы не видим, мы не замечаем выход из положения, сможем ли мы благодарить Бога именно в этом положении? Итак, жертвенность, через чего мы Богу подходим во всех отношениях, во всех ситуациях, во всех сферах, и благодарим Господа через Христа Иисуса. Христос Иисус – благодарность Бога, и через Его имя мы подходим к Богу в любом положении, и не боимся подходить к престолу благодати, потому что дал нам Бог прекрасное имя, имя Иисуса Христа. Итак, воля Бога – это воля хвалы, через чего мы благодарим Господа за все Его дела. Это прекрасная Его воля. После золотого жертвенника идет завиаса. 10 глава, 20 стих Евреям говорит, что это плоть Иисуса Христа. Бог снова являет свою волю нам, показывает, что через Своего Сына Он открывает новый живой путь, как написано в послании Евреям, чтобы мы могли подходить к престолу благодати и в свое время получить силу и возможность, и способность служить Новому Завету. Слова Господу. Вот какая прекрасная у Него воля. Потом мы, когда входим уже во Святой Святых, там ковчег Завета Бога Живого, напоминающий о Завете Бога, напоминающий, что мы через Христа Иисуса вошли в Завет с Богом, и вот этот Завет никогда не теряет свою силу. Этот Завет никогда не дает забывать Бога о нас, потому что Бог вошел в Завет, если мы неверны, Он остается верным, ибо себя отриться не может, так говорит Писание. Бог верен, а всякий человек лжив. Мы замечаем, что эта лживость часто в нас проявляется, но мы, когда подходим к Богу и, замечая Его прекрасную волю, во всех этих отношениях, мы становимся подобны Ему, с помощью Его же силы, Его Духа Святого. Слава Господу. Итак, мы замечаем, что вот эта структура скинь и собрания, вот этими несколькими словами открывает волю Бога Живого. И Его воля – это есть Его закон. Итак, закон Божий, каков он? Закон Божий жертвенный. Закон Божий очистительный. Закон Божий благодатный. Закон Божий освящающий. Закон Божий благодарный, восхваляемый. Закон Божий открывающий путь, новый и живой. Закон Божий, вспоминающий, не забывающий завета со своим человеком, с которым он вошел в завет. Вот каков закон Божий. Вся сила Библии, весь смысл Библии заключается в этом. И через каждый этот пункт Бог говорит о Своем Сыне. Через Христа Иисуса Он показывает Свою жертвенность. Это жертвование Божий. Через Своего Сына Он показывает Своё Слово, Своё очищение. Это есть медное море. Через Своего Сына Он показывает Свою благодать. Это хлебопредложение. Через Своего Сына Он показывает Свои семь духов, которым Он освящает нас. Это есть Иисус Христос. И через Него дается все это. Он наш чудный советник. И через Своего Сына Он показывает восхваляемость. То есть во всех ситуациях, как мы должны благодарны быть Господу за все Его дела. И через Своего Сына Он показывает, как Он открывает этот путь. И это путь Его тела, который Он сказал, что в Моё тело дается для вас. И будет ломиться для вас. За вас. Не против вас, а за вас. Слава Ему. Вот какая Его воля. И через Его Сына. Вот свершенство. Это значит посох Жезал Ааронов. И через вот закон этот прекрасный, Десятисловие. И через эту прекрасную манну. То есть ту тайну. То тайное имя Иисуса Христа, который потом впоследствии будет еще больше и глубже открываться нам. Вот находится в этом, значит, ковчеге Завета. Итак, замечаем, что Бог через Христа Иисуса все это показал нам, явил нам и помогает нам понять все это. Слава Господу. Замечаем, что все это было во Христе Иисусе. Он, разумея этот путь, он, понимая этот путь, приближился к Господу и дал свое собственное согласие, чтобы быть жертвой за нас, чтобы спасти нас. Вот о чем говорится, что в святых книжах написано о мне. Я хочу исполнить волю Твою Божию и закон Твой у меня в сердце. И по сей единой воле освящены мы единократным принесением тела нашего Господа Иисуса Христа. Он осветил нас одним принесением, Он совершил нас одним принесением, Он соделал нас сынами и дочерями Бога Живого одним принесением. Этот прекрасный Христос, вот какой закон Божий, вот это закон Божий, который открывает волю Бога Живого, вот какая воля у Бога для нашего спасения. Как нам благодарить, как нам поклониться, как нам восхвалить Господа, что нам дать Господу за все эти благодеяния Его. Давид, когда спросил сам себя, что дать Господу за все благодеяния Его, он не мог ничего давать, будучи царем. И он сказал, чашу спасения приму и имя Господне призову. Нам тоже ожидает следующее. Нам просто нужно принимать все это, эту прекрасную волю, вот этот закон Божий данный и открывающий нам через Христа Иисуса, нам принять все это и имя Господне призывать и сказать спасибо Тебе, Господи, благодарность Тебе, Господи, поклонение Тебе, Господи, что такая воля Твоя у нас через Господа Иисуса Христа. Слава Господу! Благодарность Господу за все это. Пускай Дух наш постоянно прославляет и благодарит Господа за этот прекрасный закон, который Бог выявил через Христа Иисуса, через структуру Своей скини собрания. Аминь. Мир Дому Вашему. Аминь. Слава Господу!